добрый пока нет но слава богу я рада и в очередной раз опять мы с вами вернулись к деньгам на какое-то время по затихли по деньгам работать мы перестали потому что информации не было занялись мы другим вот сейчас опять возвращаемся так и сразу я знаете что хочу девчонки мальчишки сразу я наверно хочу открыть энергию вознесения 999 у кого есть посвящение тоже открывайте золотая пирамида 999 у кого нет просто делайте то что я говорю и по широкой удобной лестнице вперед и вверх в пирамиду внутри в центре пирамиды чаша творения наполнена энергией знаете на такая гелеобразная почему-то сегодня розовая но я во всяком случае вижу розовую вы можете увидеть что-то другое золотая голубая кому как проще видеть белый кокон положимся в эту чашу творения энергия золотая пирамида 999 очень хорошо вы можете почувствовать насколько хорошие у вас отношения с деньгами потому что это начинается с лестницы поднялись и вы по этой лестнице или стоите внизу вцепившись перила я иногда буквально за руки за ноги за волосы хватаю волоку в пирамиду реально давит давит давно мы уже не работали вообще с собой нужно работать постоянно особенно по деньгам это такая тонкая субстанция чихнул не ту сторону все уже пошли наперекосяк и как я уже говорила никого не жалеть она в плане того что не надо раздавать свои деньги хотите помочь конкретно человека выберите помогите но не по прошайкам на улице я не знаю там конечно очень много сейчас ящиков стоит в магазинах в развлекательных центрах помогите ребенку все это нужно проверить я честно говоря от них шарахаюсь вот реально шарахаюсь как на электрическом стуле сижу добрый пожалуйста проверяйте и когда вы энергетически работаете с собой без разницы работаете по деньгам по здоровью ничего никому отдавать подавать нельзя если кто обращался к бабушкам целителям прекрасно это знаете да во время лечения никому ничего не говорить и не давать чтобы работу не перебили и вы своими руками не отдали свою удачу легком зеленом платье поднимаясь легко величественно шикарненько очень мощная энергетика и туда это главное правило абсолютно главное правило еще немножко задержусь на на доброте у меня бабушка всегда говорила доброта хуже воровства простота хуже воровства по сути я только сейчас поняла что это на самом деле значит потому что мы можем отдать своими руками заработанное честным трудом молодцы интересная энергия идет как волнами продавливает не надо никого слушать не надо никогда не мне на кого оглядываться что так положено я сразу начинаю принимать штуки кем положено кем положено тут пусть дальше кладет я буду делать только то что считаю нужным потому что я сама прошла когда у меня было очень много денег я их реально не считала был период когда у них вообще не было я не знаю мне непонятно чем я платила за квартиру на что я жила ну просто нереально вот потом я сказала хватит дури мается пора браться за ум за деньги и вот в основном знаете да этот мой вопрос что-то выходит мощно подождите сейчас мы еще дальше поработаем все мы знаем добрых и честных людей мы сами такие я такая была сейчас я не такая сейчас я жесткая нетерпимая я могу один раз ну два раза максимум сказать человеку сейчас на вебинаре одно дело я могу несколько раз повторять но когда я начинаю работать с человеком и человек не слышит меня я больше повторять не буду потому что ну я не хочу тратить свое время значит просто у человека не пришло время меня услышать слишком мало посидел в г слишком мало мордой по асфальту наверное возили меня повозили достаточно поэтому я сказала хватит и вот у таких добрых щедрых всепомогающих у всепрощающих людей за душой как обычно ничего нет можно сказать нищета ну хватает да на самое необходимое и то минимум необходимый минимум да вам неудобно отказать ну стоит сказать нет один раз потом пойдет легче ничего страшного на работе постоянно сдаем деньги на дни рождения то начальнице то сироте то сотрудникам ну тут для того чтобы удержаться на работе и не на то пойдешь правильно тут тут уже деваться некуда это можно оформить энергетически чисто как откуп что вы откупаетесь вы же не добровольно отдаете эти деньги вас доставляют откуп и я больше чем уверена что какая-то часть не самая маленькая не доходит до того человека кому это предназначено это сто процентов вот и теперь давайте откроем энергию рейки деньги лежим золотой пирамиде чаши творения не ну это вы что золото вы вы то вы 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 энергия так интересно аккуратненько проникает протекает разведывает обстановку прощупывает и понеслось в энергии рейки деньги три ступени это самостоятельная система получив все три ступени вы получаете звание гранд-мастер рейки деньги и имеете право посвящать в эту энергию такое ощущение что голова расстраивается расходится пусть пока она поковыряется в нас вы прислушивайтесь к себе что происходит что вы чувствуете с чем работает как работает эта энергия что мне нравится как она работает она работает на очищение удаление отрицательной энергии в отношении денег вот золотая пирамида очень хорошо работает на очищение и рейки деньги такая энергия жду бы начали стучать и я вот себя вижу да как будто вот так вот я лежу и как будто в судороге руки-ноги прямые как палки и тело такое же жесткое тут у меня ощущение чтобы начали стучать потому что сейчас мы работаем энергии нового времени повышенные вибрации на очищение негативных программ которые мешают нам получать деньги не только голова как три тела слита да если у меня рейки только первая ступень можно брать все три ступени рейки деньги нужно брать я говорю это отдельная система давит сильно как стержень в голове денежные долю ты уже прочитала молодец кармические программы поднимает если в золотой пирамиде нужно указывать то рейки деньги сами они работают с тем что считают нужным уже ощутила родовые программы поднимают давайте пусть сегодня энергии работают на то что в данный момент нам мешает получать деньги именно в данный момент мы не будем вдаваться в прошлое будущее какие мысли какие перекрытия мы сами нам кто-то точно вот на днях может быть через недельку опять поговорим с потоком удаления сексуального импринта по-моему напрашивается он очень хорошо и поработаем прям надо но очень надо рейки деньги энергия вознесения 999 золотая пирамида 999 золотая пирамида 999 мы все достойны денег есть неправильное суждение что целитель духовный человек должен развиваться духовно это неправильно это неправильно в корне потому что идет развитие верхних чакр добрый развитие духовности и отвергаются от двигаются деньги перекрытие идет это не есть хорошо для того чтобы развиваться и учиться нужны деньги мы пришли на эту землю для того чтобы жить хорошо позволить себе то что вы хотите еда места жительства путешествия что то еще кто то может быть хочет пять языков знать кто то хочет научиться играть на каком то музыкальном инструменте а для этого в первую очередь нужны деньги во вторую очередь время на сеансах ну да на сеансах ну это вера ну немножко не туда сами где-то бразнобой не все и другое дело когда мы собрались вот так все вместе открыли поработали и поговорили в разные вещи конечно энергия вознесения 999 и вот интересно рейки деньги сейчас работают на наполнение наполнение вот до границ нашей ауры идет наполнение мне вот интересно откуда же у нас там место берется мы вроде чистим и наполняем а тут все входит входит наполняет и выдавливает выдавливает негатив для того чтобы получить результат желательно обязательно работать как можно чаще на определенную тему хотя бы 10 дней 21 день месяц передохнуть немножко потом опять начать потому что на самом деле проблемы ситуации у всех разные с одной стороны разные с другой стороны на самом деле они одинаковые одни у нас идут неправильное воспитание изначальная советская эпоха что деньги это зло и идет очень много по роду и по карме по карме по карме мы очень часто отказывались от денег по роду тоже идет частый отказ от денег тем более революция никому не принесла ничего хорошего не бедным не богатым потом да потом естественно как в любой истории все это устаканилось восстановилась естественно насколько было смертей за деньги обратно брата шел сколько женщин страдала все это откладывается рука левая чешется жуть прям раздирая ой какая прелесть все к деньгам все к деньгам у нас все к деньгам с чем будет работать рейки деньги личная энергия денег родовая энергия денег духовная энергия денег как я говорила уже кармическая энергия денег это все прошлое все точно так же то что мы делаем практике можно и нужно использовать себе на благо для того чтобы появились деньги в кошельке в кошельке на тумбочке на столе я не знаю под подушкой еще под чем-нибудь чем больше тем лучше мы уже начали воспринимать вибрации энергии денег и трансформировать преобразовывать их в материальные блага деньги сами по себе не всегда можешь сообразить как для чего что с ними делать нужно нужно просто мечтать что вы хотите да даже сейчас когда знаком с энергиями то иногда возникает порыв помочь деньгами но уже контролирую этот процесс да неосознанно привычка потому что привычку так просто ты не не изживешь ты ее никуда не денешь оно просто когда ты работаешь я вот по себе буду говорить работаешь работа ты стоишь над собой вкалываешь вкалываешь и потом хрясь по нулям все да е-мое да сколько можно в чем дело сколько раз у меня было такое пока до меня не дошло что нефиг лезть со своей помощью к людям не надо раздавать не надо метать бисер перед свиньями не надо стараться быть хорошей для всех будьте хорошим человеком для себя любите себя уважайте себя цените себя все остальные окружение начнут вас уважать энергия денег начнет вас уважать потому что вы ее будете уважать обучение тоже вложение материальных еще какое это как раз входит в десятину если вы вкладываете в свое обучение это считается вложение десятины вот вам пожалуйста если вы помогаете родственникам даже если они бедные больные несчастные это не считается это просто помощь она никуда не идет а вложение в свою учебу считается вот так вот интересно как и вот после того как я несколько раз так пролетала очень сильно потому что времени я тратила на работу с собой очень много все что я делаю делаю на себе для себя я в первую очередь испытываю на себе подопытный кролик первый это я тем более ну я не знаю как ну я в основном работаю нестандартно то что мне подсказывают энергии то я и делаю не по правилам я соединяю казалось бы несоединимое я работаю со всеми школами одновременно мне интересно проще практики сами по себе приходят благотворительность например на приют с животными Люд я так понимаю что ты не про себя спрашиваешь это у меня животных нет и не будет про себя прости но я за тобой раньше такого не замечала нет если хочется почему бы и нет ну я наверное слишком приземленный человек слишком приземленный я крайне отрицательно отношусь к сворам собак на улице я очень негативно отношусь к тем людям которые оставляют еду на улице для бедных несчастных животных потому что по пустырю попробую пройти ночью днем если там никого нет извини меня просто представить что на тебя на тебя набросится это свора и сожрет по мне так извините лучше эту свору извести и вот я честно говорю да я не понимаю как некоторые люди начинают верещать что это зверство извините поросенка вы жрете жрете яйца вы жрете жрете убиваете точно так же животных почему нельзя убить бешеную собаку вот я не понимаю пусть меня осуждают зеленые защитники животных ну вот это вот мое твердое мнение дома вы держите животных да ради бога ухаживайте за ними только чтобы они никому не мешали потому что извините в некоторые подъезды в домах зайти нереально дышать нечем вот я не не я не сюсюка и я не слезы я не лью по таким вещам реально я просто не понимаю этого я человек приземленный я хочу получить от жизни удовольствие счастье радость животных я держала в частном доме куры кролики собака естественно кошка и от этого никуда не денешься за ними ухаживаешь их любишь но то что происходит на улице извините меня ну это лишнее я считаю хочешь подкормить собаку ну ты ради бога ты ее возьми с улицы приведи домой пусть она у тебя живет да лют я вот я вот к этому то и в виду я это понимаю да что в приют принимают принимают приводят их в порядок и разбирают это да если есть желание да ради бога я говорю это личное дело каждого но я вам например лучше по мне лучше выбрать человека там семью там какую-то ребенка бабушку но опять же это разовая помощь это не говорит о том что нужно цеплять себе на горпы переть потому что люди очень быстро привыкают хорошему садятся на шею и может быть да вот типа такие приюты хосписы дома престарелых каждый раз разные лучше прийти туда деньги какие-то отдать какую-то помощь и с конкретным человеком дел не иметь гораздо проще это же не животные люди такие да я согласна это не животные это люди грустная тема конечно но еще раз напомню когда идет работа над собой особенно когда вы работаете по деньгам никому никуда 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 не давать ни денег из кошелька ни хлеба соли из квартиры я тазик пустой не дам ну потому что девчонки и мальчишки реально сколько раз было в ноль после того как соседям дашь что-то в ноль за работу не получишь ничего абсолютно прибыли никакой не будет потому что своими руками свою работу отдал постороннему человеку вот расплыл значит надо было да оно всегда так где-то что-то чуть-чуть очень многие люди стесняются в одноклассниках в одноклассниках я сколько раз сталкивалась читала там какую-нибудь изродованную собаку фото поместят если ты не тварь ставь класс люди ставят а я такому человеку энергетически по третьему глазу долблю сразу что чтобы гадости не писал элементарно да на здоровье так а если во время работы с деньгами тебе что-то дают цветок в горшке еще что-нибудь дарит тоже не брать не ну лютым почистить и бери ради бога потому что подарки же разные бывают бывает когда работаешь да начинает отдариваться если ты естественно подозреваешь этого человека в чем-то нехорошем сказала спасибо передарила почистила передарила я вам уже говорила да пока я жила в Семске у нас же там космиков очень много школа и мы вот так вот между друг дружкой делали мне очень приятный человек подарил что-то там бокальчики тарелочки тут же самый цветочек личная работа но не лежит у одаряемого душа она не поднимала к этим вещам она ее почистила передарила тому человеку кому нужно и вещь в пользу пошла ну как бы и не выкинули ее не ушла она в никуда нормально ничего страшного ничего страшного так и сделала почистила вазочку нарисовала и подарила другому и шумница красавица вот так что нужно помнить принципы жизненные руководящие о нас всех заботится вселенная бог высшие силы помощники ангелы хранители как хотите так называйте каждый из нас идет своим путем в этой жизни и призван к работе на этом пути у каждого своя дорога каждый по-своему думает но думать надо в свою пользу вы родились для того чтобы помочь себе в первую очередь помочь себе потому что если вы не можете помочь себе то о какой помощи другим людям вообще может идти речь абсолютно не о какой если мы настроены сделать что-то нужное нам нужное для нас выполнить какой-то свой урок мы получаем помощь со всех сторон от высших сил идут подсказки находится учитель например если вот вы чем-то занимаетесь находятся люди которые ну буквально где-то вот в разговоре элементарно могут сказать пару слов вас осенит ага оказывается вот так вот нужно сделать и идти дальше это всегда так есть и доверять доверять себе и высшим силам через которые идут подсказки потому что в основном в основном человек себе не доверяет он думает это мне померещилось это мне привиделось это мне показалось низкая самооценка себя нужно любить уважать ценить мы получаем подсказки от высших сил через энергию под любой энергией можно снять информацию абсолютно под любой мы мы себе не верим я вот вас никак не могу запинать друг у дружки чтоб проверяли в чате большая просьба добавиться ко мне в новый skype потому что старый у меня не работает у меня там в день человек по 15 по 20 спамы приходят спамы приходят спамы приходят ваши сообщения я не получаю новый skype у меня вконтакте на личной странице написан старый я в белом новый я в красном на личной странице у меня skype обозначен и я не могу с вами в старом чате связаться вот это мне очень неудобно никак вот так очень много у нас комплексов очень много очень много личных проблем энергетических белая пушистенькая сбежала да и сегодня рыжая и черная сижу и сегодня интересная тема у нас поднялась ну по деньгам всегда когда начинаешь разговор разбираться разгребать то что накопили не за одну жизнь а на самом деле приятного мало это кажется и врут те кто говорит что ахахах розами пахнет ничего подобного розами не пахнет и мы перестаем быть белыми пушистыми если вы хотите быть хорошим для всех извините просто не будет денег элементарно не будет денег и будете бегать и и верещать ахахах я такая хорошая я всем помогаю я добрая все у меня спрашивают все ко мне обращаются а почему у меня денег нету потому что мы белые пушистые добрые очень хорошие ни к чему хорошему лично для нас это не ведет это я говорю со своей колокольни со своего опыта все мои родственники могут это подтвердить я была очень добрая я ну не скажу что я последнюю рубашку отдам но я могу могла все отдать помочь не считаясь ни с чем ну чека жалко да поддал там ну ладно деньги еще заработаю они в конце концов перестали приходить и все вот и поскольку начала разбираться дальше учиться и сделала выводы соответственные и когда будете работать с людьми подсказывать учить но не разжевывать не глотать за человека я говорю если человек готов к изменениям он будет двигаться дальше если вот яркая ситуация больше лет пяти назад наверное в Симпалатинске я еще в частном секторе жила еще без скайпа работала дома просто принимала с одной женщиной работала поработали мы с ней достаточно хорошо по деньгам в общем сделала амулет ей зарядила через месяц я с ней встречаюсь она говорит Наташа я жду а я въехать не могу что она от меня хочет я говорю ну ждете да я рада за вас чего вы ждете как чего денег вы же мне сделали на деньги я теперь жду я же заикаться начала но она шила на заказ и девчонки там практически все они у меня кто на консультации кто на лечение кто на что с чем обращался и вот она когда прошла у меня чистку сделала ей амулет на деньги она цены задрала выше крыши за свою работу и сидела ждала когда же на нее свалится миллион у меня не было слов реально реально не было слов и я ну я не знаю люди где в каких облаках витают что думают что волшебной палочкой взмахнул и свалилась неимоверное богатство но так не бывает реально так не бывает можно помочь убрать программы сколько было случаев да по миру мировых люди миллионы выигрывали но если человек не готов к принятию такой суммы денег ничего хорошего из этого не выходит очень мало людей выплыло очень мало проигрывали вдрызг убивали вспивались наркомания потому что ну люди сходили с ума от таких сумм ну и к тому же это очень редко вот так что деньги тема достаточно тяжелая раскачать ее не просто но можно при желании можно сделать все вода камень точит и чего только у нас нет и плохая финансовая карма и отрицательные энергии которые мы мыслим генерируем вокруг денег и отрицательные энергии которые на нас направляют зависть проклятия порчи заговоры энерговампиры чего только нет плохие привычки самовредительство самосопротивление про страхи я вообще молчу сколько много работы по деньгам но больше не по одному другому направлению нет но привести в порядок себя реально конкретно реально не ныть никого не жалеть привести себя в порядок свою жизнь естественно соответственно свое здоровье дом место жительства и начать наконец жить хорошо самодостаточно прилично интересно вот так вот как то девчонки мальчишки что опять в шоке у нас да как самочувствие как самочувствие с красной кружки пить надо там здоровье красная занята я ж не одна дома теперь пока в прошлом уже не отдавала обед и надо снять надо да нет просто ждем отлично поэтому и платьице черное да не знаю что то как то сегодня как то потянуло давно уже не одевала периодически надо что то делать прекрасно отлично вперед победе это я только вкратце обрисовала что вас ждет с чем вам работать потому что ушло полегчало видовскую цвет потому что когда знаешь с чем работать гораздо легче проще все уходит я вообще сторонник смотреть на жизнь и на мир на людей реально не надо не надо подевать розовые очки не надо летать в облаках не надо самому себе брать не надо думать что ахахах какой я хороший вот я сейчас еще с высшими силами пообщаюсь я белый пушистый все у меня деньги должны повалить нужно работать со всеми чакрами абсолютно нужно развиваться на всех планах нужно заниматься всеми телами и физическим и тонкими только тогда будет результат по деньгам не надо забывать про нижние чакры первая вторая третья отвечает за жизненную энергию жизненную силу и энергию денег именно там генерируется и оседают деньги деньги все по нулям люди про что мне нравится что с помощью энергии можно гораздо проще и легче поменять в себе что-то себе и свои программы это про то что должны повалить деньги я их банками теперь раскручиваю нижние чакры люди это как банками стеклянными такими резиновыми или или что-то еще чего чего я придумать не могу можно просто руками разгонять энергиями разгонять вариантов очень много можете сами что-то придумать что проще и легче для вас идет как вам проще и лучше работать с энергиями по деньгам энергии в помощь бог в помощь на бога надейся сам не плашай энергия рейки деньги работает достаточно хорошо на исцеление финансовой кармы восстановление сегодня будет 3-4 часа еще после вебинара работать и есть еще продолжение рейки деньги что же я вам не скинула там что же я вам не скинула сижу рассказываю ничего не скидывая сижу рассказываю ничего не скидывая так нет посвящение еще не было только будет только будет посвящение в три ступени ступени я не даю я не считаю нужным потому что по одной ступени или одну ступень братья на большой роли не сыграет это я не знаю с чем сравнить но вместо матраса например простынку постелить и думать что будет мягко и удобно спать нет или вместо не веником одним прутиком подметать вот это как бы более наглядно примерно так некоторые дают по одной ступени не считаю нужным эти ступени это уровень гранд мастера уже и вы можете посвящать людей отдельная система естественно когда сами уже поработаете уже будете на ты с этой энергией обязательно нужно прочувствовать что из себя представляет этой энергии наглядно в бане до попариться прутика примерно также вот и появилось продолжение рейки деньги уже в новых вибрациях я почему сейчас стараюсь с любыми энергиями до которые уже давно открыты я стараюсь последнее время открывать энергию вознесения 999 или вот как мы не так давно проводили активировали чакры нового времени это уже о многом говорит и вместе с энергией 999 до открываешь другие энергии вибрации уже идут по-другому для чего нам нужны повышение вибраций потому что у земли вибрации меняются нам желательно тоже подняться и войти в ритм с вибрациями земли потому что вибрации земли это вибрации сердца жить легче становится и вот появилась продолжение рейки деньги по ссылке новости выходят интересного странно главное с этого я открываю нормально так ну короче посвящение в энергии в энергию рейки деньги гранд мастер три ступени будут 5 9 и 12 июля в 21 по москве цена 3000 рублей для участников группы наталья бинар сейчас я вам скину скидка 25 процентов ученики тоже знают какая у них скидка нет это за три ступени 3000 я сразу за систему поставила потому что я говорю я по ступеням не даю мира эти деньги не кундалини рейки я помню когда у нас шла работа с кундалини рейки посвящение да мне одна девушка сказала не буду не помню кто не буду врать что мастер ей сказал что и третью ступень не надо кундалини рейки брать я говорю а нафига тогда ее вообще брать когда весь смак весь смысл работы именно в третьей ступени я не поняла так чем этот учитель не мотивировал на что он ориентировался если есть система нужно брать всю систему сложной системы я вам не даю дорогие была у нас только матрица творца это мы ее очень удобно растянули до скидки для участников группы 25 процентов в расписании это у нас все написано так вот я вам сейчас расписание скину вот да катюш спасибо очки вот расписание и так нужно договорить рейки деньги новой реальности одно посвящение цена полторы тысячи по времени я еще не определила будет позже выложим три уровня влияния личный групповой и глобальный цена полторы тысячи точно также для участников группы наталья бинар скидка 25 процентов для учеников тоже скидка вот ученики знают что это за скидка условия для того чтобы получить систему рейки деньги новой реальности нужно иметь рейки деньги гранд мастер это продолжение системы на новых вибрациях вибрации другие усиленные расширенные и ну как привязаны уже к нашей нынешней реальности то что сейчас происходит в мире потому что реально особенно этот год до уже несколько лет идет кризис но этот год почему то очень тяжелый и в плане денег и в плане здоровья и в плане отношений что то происходит происходит что так такое с чем приходится постоянно ежедневно работать чтобы не упустить себя не упустить момент так для тех кто повышает квалификацию люди ты про что если имеете ввиду усиление если есть рейки деньги да 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 это рейки деньги нового времени усиление 22 процента вообще считается даже если вы усиление делаете это как перепосвящение цена та же самая ноль я решила сделать 22 процента 22 это число мастера денег вам хорошо и мне хорошо так что девчонки мальчишки нужно стремиться нужно что-то для себя делать а а не сидеть и не ждать что кто-то придет в клювике что-то принесет и чем больше я всегда говорила да что работая любой энергией вы наполняете себя расширяете свое пространство а именно рейки деньги по моему единственная энергия где написано да она меняет и ваше не только окружение место где вы живете работая с энергией рейки деньги вы напитываете землю можно и нужно конечно проводить сеансы о кстати давайте как знаете давайте что сделаем так когда у меня время будет 5 6 то я 7 7 это у нас что 7 суббота 12 давайте 7 проведем что-нибудь рейки деньги с землей землей например поработаем с местом где вы живете ну естественно это место начинается с вашей квартиры давайте так и сделаем 7 числа 21 москвы люксурии рейки ну да можно потом сделать люксурии рейки не проблема какие проблемы у нас все легко и просто ручки опускать не нужно нужно себя любить ценить уважать делать себе очень много хорошего делать себе подарочки большие и маленькие да у нас задачи проблем нет это точно стремиться к развитию расширению освободиться от долгов кредитов страхов беспокойства по поводу денег изменить вообще в корне свою жизнь развиваться раскрывать свои таланты способности использовать себя в полную силу удовлетворять свои потребности радовать себя рейки деньги в принципе достаточно хорошая система с ней можно сделать очень много хорошего полезного для себя поэтому как раз трусиками трусиками носочками платочками поэтому сегодня мы поговорили поработали часа четыре пять возможно работа еще будет идти потому что на самом деле очень много глобальных ситуаций мы подняли на которых можно говорить и говорить не очень приятные но тем не менее они есть вот переспите с этой мыслью и 5 числа у нас начинается посвящение в первую ступень тем же килограммчиком черешни да порадовать себя абсолютно верно кому-то килограммчик черешни кому-то копчености кому-то килограмм конфет шоколадных носочки да стремиться и работать желать самое главное желать самое главное это хотение стремление хотеть большего менять себя иногда приходится ломать себя реально через коленку как я уже говорила да я я была очень добрая очень добрая для меня сказать слова нет но это было вообще нереально нереально жизнь заставила я захотела я просто захотела элементарно захотите и вы а вот у нас же опять в этом месяце денежные посвящения я хутту вытащила мне хутта нравится она тоже очень хорошо работает что по омоложению что по деньгам идет я выбрала те каналы которые как бы считаю что они нужны и там есть канал подарок кстати зайдите сейчас в расписание я чуть выше скинула последняя ссылка была и мне нравится там канал подарок исполнение желаний то все думаю блин оно как бы в тему не вписывается что же сделать как же мне его вам сунуть придумала подарок вам в подарок будет вот прикольненько такая энергия веселая смешливая на исполнение желаний по деньгам выкрутилась я короче вот так вот вопросы есть девчонки мальчишки уйдете потом из пирамиды пока я держала считая практически час вас вот потом уйдете хотя в принципе практически уже вышли на здоровье что-то ты плохо Люба смотришь не видишь чего в самом конце над картинкой чего-то ты не дочитала на здоровье на здоровье на здоровье на здоровье и я вас люблю благодарю всем пока молодец